Добрый день! Сегодня очередной отчет по моей картине Венеции. У меня тут немножко творческий беспорядок, но не обращайте внимания. В общем, прошлый раз в четверг, это получается 4 дня назад, я снимала свой очередной отчет и говорила, что отдохну от этой картины, там вышлю еще один цвет и буду отдыхать, вышивать розы. В общем, не знаю даже, как вам это все показать. Отдохнула я от этой картины, вышел один цвет, потом еще один, потом еще, потом еще и в общем вот закончила я половину картины, закончила эти два листа и получилась у меня вот такая вот красотень. Вчера закончила, уже вечером не стала снимать видео, да и по вечерам проблематично. И посмотрите, какой результат. Я вообще, конечно, мне очень нравится. Небо, посмотрите, там вышивается в две в одну ниточку, вот немножко разметка мешает, но видно вот такие вот перепады, да, как бы тучки делаются. Посмотрите, покажу поближе. Тут еще должен быть бэкстич, вот здесь вот у этого человечка должна быть такая палка бэкстича и вот здесь вот флажок. Но бэкстич я всегда делаю после того, как уже постираю картину, потом сделаю бэкстич, вот здесь не так уж много. В общем, смотрите поближе. Самое тяжелое здесь это вот это вот здание, вот оно в картине в этой, в общем, если смотреть, то самое такое тяжелое, что вышивается, потому что там очень много цветов. А так, в принципе, я говорю, что очень, очень для меня легкая картина. Единственное напрягает, это то, что небо все делается полукрестом, а на руках не совсем удобно полукрест вышивать. То есть это руку постоянно туда-сюда перебрасывать, оно немного дольше времени занимает, чем так крестиком вышивать. В общем, вот у меня такая красота получается, вот издалека как она смотрится. Посмотрите, вообще как нарисованная, я не знаю, прям балдею возле нее. Теперь точно буду от нее отдыхать недельку, повышиваю розы. Уже сегодня начала там немножко. Еще спрашивали, вот Кристина в частности, когда вышиваешь на руках, вот так вот в два прокола и столбиками, не остается ли столбики сами эти, не видно? Ну вот могу сказать, на шерсти, конечно, плохо видно, потому что шерсть она немножко прячет под собой какие-то там моменты, поэтому крестиком здесь бессмысленно смотреть. Вот таким вот образом вышивать столбиками самое тяжелое это полукрестиками, потому что на полукрестиках видно очень хорошо, когда столбиками вышиваешь, поэтому нужно стараться делать так, чтобы одинаковая была натяжка самой нити и одинаково она вот, как вам объяснить, не знаю, заходила в канву и держа, ну, на одном и том же уровне были вот эти вот стежки, потому что если где-то перетянуло или не дотянуло, оно уже видно, оно уже выглядывает и видно. Ну, если так поприсмотреться, то тут есть у меня, конечно, такие бока, ну, тучки простят. А то на полукрестиках, конечно, видно, как и на гобелине, а на крестиках, не знаю, у меня не видно. Вот я взяла такую неоформленную более-менее побольше работу, потому что в основном у меня, слава богу, все картины оформлены пока что. Вот такая вот маленькая, она лежит еще неоформленная, ждет своего часа. Ну, вот здесь вот я приближу, здесь тоже, получается, я вышивала вот ножки, да, вот это один цвет. Вот я иду вверх полукрестом, вниз закрываю, вверх полукрестом, вниз закрываю. Ну, где вы здесь видите столбики? По-моему, сейчас попробую не шататься, по-моему, их здесь нет. Вот то же самое, вот здесь вот хвост, тоже вот один цвет, видите, идут вот так вот. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. И вот так вот я и вышивала, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, то есть, то же самое вот пузо у котеки, кстати, больше всего видно. Самое страшное, да, и на станках тоже самое, следить за тем, чтобы вот не было вот таких вот, видите, ниточку я не дотянула немножко. Это уже тут на таком расслабоне вышивала, вот тут есть, если присмотреться, то несколько вот таких вот моментов есть. А так, в принципе, вот они, крестики, вот здесь тоже, видите, не дотянула. То есть, ну, это можно все взять иголочку, аккуратненько позаправлять. Вот, ну, в основном, вот, видите, как крестики ровненькие. Мордашки их. Никаких столбиков я нигде не вижу. Тут это в две ниточки, 16-я канва и ниточки ДМС. Вот таких вот котеек, это девочка с котятами, я ее, это последнее, что я закончила перед Венецией. Вот, ну, в принципе, не видно. Хотите, еще раз покажу. Вот, допустим, шапка, да? Сейчас, фокусирую. Вот, вот это вот все, это же один цвет, и тоже я вышивала туда-сюда, туда-сюда. Ну, не знаю, столбиков не видно. Если вышивается крестом, столбиком не видно. Если полукрестом, тогда нужно аккуратно, потому что видно. Там где-то перетянул, где-то дотянул, тогда вот эти столбики, они видны. Вот. Машинки. Машинки, да, зайчик. Вот, в принципе. Машинки. Все, следующее видео будет мое, завтра сделаю, поговорим, будет называться. Уже есть несколько вопросов, на которые мне бы хотелось ответить, да и вообще с вами вместе повышивать. Поэтому завтра ждите долгое-долгое-предолгое видео. В общем, очень я довольна, что половина картины у меня уже готова. У меня, получается, половина Венеции готова и половина розочек готова. Сейчас могу вам их тоже показать. Они у меня здесь рядом лежат. Я их размотаю, потому что уже начала вышивать. Вот они мои розочки. Вот тоже полкартины здесь, полкартины там. Теперь будет интересно, какая картина у меня быстрее закончится. Наверное, не знаю даже. Наверное, Венеция. Потому что Венецию у меня домочадцы очень ждут. Розы это для себя, для души вышиваю. А Венецию, можно сказать, по заказу. Вот еще раз покажу, как я заворачиваю. Вот полкартины вышито. Я ее вот так вот заворачиваю в эту сторону, да. А эту я уже вышиваю. Если вот я начала отсюда, значит, я вот так вот заворачиваю. Сейчас я возьму камеру и убиваю руку. И вот получается я держу и вышиваю. Это то, что касается роз. И то, что касается Венеции, то же самое. Пусть она даже вам кажется большая, то когда вот она складывается. Вот так вот складываю ее. Вот. И прекрасненько у меня в руке все вмещается. Даже если я вот сейчас заворачиваю до конца, все равно, видите, в руке она помещается. Вот так вот абсолютно не мешает. Но руки у меня не огромные, обычные руки. Поэтому ничего такого страшного нет. Конечно, эстетический вид лучше, когда вышиваешь на станке. Она натянутая, канва, ты ее не жмакаешь постоянно. То есть нету этих помятостей. Тут как ни крути, она пожмаканная. Это я уже так разровняла. А так, конечно, когда вышиваешь, она пожмаканная с этой стороны. Вот. Потом полукрестиком, получается, мне постоянно нужно туда руку, сюда, туда-сюда. И мне вот эта вот сторона мешает. То есть я ее тоже вот так вот заворачиваю. Но все равно, видите, она уже немного потрепанная. Вот. Уже потеряла немножко свою вот эту накрахмалинку. Ну, ничего страшного. А то я привыкла на руках. Не знаю, мне на станке уже переучиться, наверное, тяжело будет. Вот. Ну, я же еще раз повторюсь, на станке все это красивее смотрится. На станке картина натянутая. Вы видите, когда вышиваете. Конечно, так мне вот из этой стороны больше нравится. Потом у вас есть приоритет о том, что вы можете использовать магнитики всевозможные. Там прибамбасы какие-то. Потому что на руках вышиваю. Ну, куда я этот магнитик? Вот мне надарили девочки на 8 марта там. И я вот купила себе. Но они вот у меня на холодильнике живут. Потому что на руках вышивая, они, в принципе, куда я их прицеплю? Никуда. Поэтому жду следующую работу свою, либо в гобелине, либо хочу в Dimensions все-таки начать. Но я буду на станке. Ну, по крайней мере, на пяльцах вышивать. Не знаю, как на станок. Вот. И там уже, наверное, какой-нибудь магнитик буду использовать. А так, вот в этом плане, конечно, удобнее, комфортнее, все. Но это медленнее. Ну, вот меня убивает в станках то, что это медленно. Я привыкла быстро. Мне надо все быстро сделать. Все, картину вышел следующей. Заходи. Все, вышиваем следующую картину. Поэтому вот из этих соображений я... Да и привычка. Это, знаете, вот есть такие люди, которые легко привыкают к чему-то другому. А я очень тяжело. Если привыкла к чему-то одному, то меня потом переучить. Тем более, если мне это комфортно и удобно. И я вижу для себя какие-то преимущества. То меня потом переучить очень-очень тяжело. Вот. В этом случае это так и есть. Попробовала. Я не могу. Мне неудобно. У меня руки болят на станке. И все. Не знаю, как будет дальше, как жизнь сложится. Но пока вот таким вот образом вышиваю. И нету никаких столбиков. Картины у меня хорошие. И не знаю. Мне, по крайней мере, нравится. Таких страшных там каких-то боков я на них не вижу. Это кто пришел? Кто это пришел? А, сынулька? Кто-то ходит там по картине? Да? Кто-то идет? Идет. Ой, чудо. Топ. Топ. Видите? Можно ходить по этой картине. Да, Пашу? Это у меня самый главный ценитель моего творчества и моего хобби. Он так любит мои картины. Когда я вышиваю, он смотрит, всегда следит. Он уже знает, что такое схема. Вот. Просится вышивать, но папа пока запрещает. Он и маленький еще. А дальше посмотрим, может, будет у меня все-таки помощник. И будет помогать мне быстрее избавляться от моих наборов. В смысле того, избавляться от того, что вышивать их побыстрее. И таким образом их будет становиться меньше. А мама будет еще покупать, покупать, покупать. И это будет нескончательный такой процесс. В общем, наговорила я чего-то, наговорила, наговорила. Спасибо вам большое за внимание. В следующий раз уже увидимся. Будет отчет по розам от Золотого Руна. И будем быстрее и быстрее заканчивать эти две картины. Потому что уже не могу. Уже так хочется что-то новенькое начать. Уже вчера сидела, обдумывала, что же буду следующее вышивать. Но еще не определилась окончательно. Одну картину точно знаю, какую нужно мне сделать. Она мне покоя не дает. А вторую не знаю, не знаю, не знаю. Еще думаю, думаю, думаю. Все. Всем большое спасибо. Всем прекрасного настроения. Пока-пока. Пока.